народ привет вот сегодня получил посылку буквально только что прислали мне ее для ремонта с поселка пушкинские горы виталий говорит что купил не работает горит раз не прошивается сегодня мы с вами будем устанавливать этот бокс из моих бэкапов при помощи программы мультитул я наглядно покажу о том что это возможно возможно эта программа запустить даже при нерабочем бути то есть не будем мы здесь будет прошивать то есть она горит красным диодом мы включим посмотрим что она действительно не работает и потом приступим восстановлению из моего бэкапа мультитул я доработал у меня была съемка видео где показывал данный мультитул но там его был возможен запуск только при рабочем бути то есть надо было прошивать приставку бут перевозить переводить ее в режим loader и только после этого запускать мультитул вот я мультитул доработал я то есть вшил бут саму программу и теперь она запускается даже на нерабочем боксе то есть если даже у вас не работает флешка не ремонта пригодна то есть мультитул запускается так давайте ну по сути полная комплектация даже видите не распакована сейчас мы ее подключим к телевизору посмотрим как она себя ведет и уже будем записывать мультитул на флешку для восстановления давайте переходим к телевизору так давайте подключим приставку видим слова включаются и горит там красный диод не знаю там вот видите красный диод внутри горит то есть приставка полностью нерабочем состоянии сейчас мы ее оставим на месте сейчас мы будем восстанавливать при помощи быкапа быкапа приставка объем 432 синяя плата синий 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 не помню синие у меня есть быкап нет для синих плат но подойдет для восстановления черное зеленое а потом можно будет после того как восстановиться прошить ее обычной программы так давайте переносимся к телевизору к компьютеру и там продолжим а итак для восстановления приставки нам понадобится карта памяти вот я смотрю оказывается владимир положил карту памяти transit наш над гигабайт что-то пили кто данного на пустая ну и на нее мы запишем как раз таки мультитул смотрите где он находится он находится у меня в моем облаке вы можете скачать его также как и любую прошивку также как и быкап с моего канала из под любого видео давайте сейчас зайду на мой канал к примеру любое видео открываем например даже вот пускай будет последняя что с интернетом вот открываем еще листаем и вот находим прошивки программы переходим по этой ссылке попадаем в мое облако что касается вот из 96 макс здесь мы видим прошивки старые прошивки 9 андроида совместные прошивки которые то есть подходят данной приставки 10 андроид 11 андроид фулл бэкап заходим фулл бэкап здесь вот видим мини лодер мультитул вот мы его скачиваем мультитул скачиваем скачиваем отсюда бэкап так видим что у меня синий плата нету 432 тампом 432 сейчас секундочку до синий плата нету меня бэкапа 432 но я кстати сделал с этой приставки он у меня потом залью будет у меня бэкап вот 432 давайте скачиваем черная плата черная зеленая 432 скачиваем соглашаемся на скачивание не пугайтесь то что это моя луру предупреждает о том что он не может проверить данный архив архив формате где это спец спецархив который запаковывать linux программные программное обеспечение построены на линуксе просто скачиваем я пока поставлю на паузу пока скачивается а смотрите так же нам еще понадобится программа для записи это либо вин 32 либо болена это это программа у меня установлена принципе можете скачать либо ту либо ту вот болена вот вин 32 выполняет одну и ту же функцию просто болена немного дольше записывает так как она производит потом после записи проверку целостность диска из-за этого вин 32 а просто записывает скачивать не буду они у меня уже установлены а и так смотрите скачали мы черная зеленая плата и мультитул черная зеленая плата сразу переименовываем потому что программа мультитул при восстановлении вам выдаст ошибку можно удалить например русскоязычная то есть кириллица и оставить там 432 android и так ложка мы вставили запускаем например вин 32 либо я буду на вин 32 это делать чтобы быстрее мультитул немного весит поэтому это все быстро записывается так выбираем наш мультитул указываем имя диска не ошибитесь не запишите на жесткий диск и нажимаем брать так что у него с флешкой флешка не дает записать возможно надо форматировать да отформатировать запись пошла так запись завершена выходим флешку передергаем вот такую-то кошка не нажимаете форматировать нажимаете отмена далее берем образ копировать либо вырезать заходим вот мультитул папочку backup и сюда копируем не распаковывая тот образ распаковывать не надо видим да это у меня android 9 нам просто необходимо восстановить например приставку бывает такое что вот на моем случае был я недавно человеку помогал у него приставка прошивалась и постоянно как не прошивалась она то есть начала начинала прошиваться и ошибка на 7 процентах было то есть чтобы он не делал он пытался прошить ее при помощи микро sd вот как в видео у меня есть там прошиваем 10 android через микро sd он пробовал 10 android он пробовал 9 android и 11 и помощи карты памяти ошибка тоже была прямо начали на начале прошивки при попытке прошивки через android tool либо факторе tool тоже ошибка была то есть форматировался внутренний накопитель во время прошивки постоянно была ошибка пытался с подключенным питанием менял блоки питания ничего не помогало вот я вам потом посоветовал сделать восстановление из моего бэкапа у него прекрасно все получилось но установил приставку она него была объемом 464 он не восстановил при помощи в моего бэкапа с облака 464 плата кстати у него была тоже синяя он установил на из моего из моей прошивки черной черно-зеленый потом просто прошил ее через компьютер мы сейчас это все повторим на только на плате 432 давайте пока пока поставлю на паузу так копирование завершилось вытаскиваем флешку и переходим к телевизору итак мы подключаем карту памяти и включаем ее нам понадобится пульт с USB донгл либо понадобится USB клавиатура я воспользуюсь пультом так видим сразу у нас появляется такое вот меню нажимаем ok попадаем в такое меню далее здесь у нас есть баку флеш рестора флеш эраса флеш burn i match the flash reboot и shutdown нам надо восстановиться из флеш карты получается мы стираем накопитель убираем далее рестора флеш эээ наш бэкап выбираем 432 и нажимаем ok вот видим ээ началось восстановление смотрите этот эээ ээ ммс тол фуё ну эээ муллл извиняюсь мулллтл работает даже на убитых EMMC-картах, если у вас даже там внутренняя EMMC повреждена, ну то есть вы прошиваетесь, например, у вас не получается прошиться на компьютере, либо там через флешку прошиться не получается. Воспользуйтесь этой инструкцией для того, чтобы удостовериться. Итак, мы видим, восстановление подходит к концу. Осталось 3 процента. 2 процента, 1 процент. Восстановление завершено. Что мы делаем? Мы нажимаем ОК, спускаемся вниз и нажимаем Shutdown. Приставку выключаем. Выключаем приставку из сети, извлекаем карту памяти и включаем приставку в сети. И вот мы видим, у нас запускается приставка. То есть мы ее восстановили. Это девятый Android. Здесь, кстати, на синих платах должна работать Wi-Fi и 5 Гц и 2 Гц. Потому что я сюда добавлял драйвера от все платы. Черные, зеленые, синие. Сейчас мы посмотрим. Так, давайте посмотрим. Да, вот видим, даже сразу у меня подключилось, так как у меня это работало уже на 5 Гц. То есть синяя плата работает Wi-Fi. Видим, у нас здесь температура, нагрузка процессора, частота датчики. Здесь возможно поменять фон. Сейчас одна картинка, можно потом подгрузить, если желаете. Ну вот, в общем-то так. Я сделаю бэкап этой прошивки с этой платой, с синей платой. И назову ее там синяя, черно-зеленая плата. То есть универсальная эта прошивка, она подходит от всей платы. Как вы сами видели, Wi-Fi работает. Вот. И потом накачу сюда десятка Android и тоже солью бэкап. Вы можете найти потом эти два бэкапа. Ну не два бэкапа, а именно для осенних плат. Там у меня также на облаке. Вот. В общем-то приставку мы установили с вами. Она теперь поедет обратно домой к себе. Поселок Пушкинские горы. Виталия. На этом все. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Ставим лайки. Подписываемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...